Всем большой привет! Сегодняшнее наше видео с вами пойдет о заклепочнике. Вот такой вот у меня заклепочник. Он дешевый, стоит 300 рублей. И он толком не работает. То есть я решил сэкономить и в итоге зря потраченный 300 рублей. И вот сегодня я хочу вам показать классную идею, которую можно реализовать из вот такого, самого дешевого, толком не работающего заклепочника для обычных клепок. Первое, друзья, что нам нужно сделать, это разобрать и вытащить все внутренности из вот этого вот механизма, из вот этого носика. То есть вот эти зажимные внутренности. Все это дело нужно вытащить. Оно нам не понадобится. Остался у нас вот такой вот пустой корпус. Далее берем вот эту трубку, которая здесь шла в нем. Ее вставляем на место. И нужна еще вот такая вот втулочка, которая при нажатии возвращает вот эту трубку вот сюда. То есть получается механизм натяжения. Его нам нужно оставить. Все остальное, все, что было вот здесь внутри, нам не понадобится. Далее берем тиски, вот эту втулочку, и зажимаем ее в тисках. Берем сверло на 6 и просверливаем отверстие гвоздное. То есть расширяем отверстие на этой втулке до 6 мм. Так, после того, как мы сделали вот такое вот отверстие, то есть расширили отверстие до 6 мм, нужно установить вот эту втулочку на место, где она и стояла. Все, теперь рассказываю, что делать дальше. По факту, из-за вот этой переделки мы выбросили все внутренности и просверлили вот эту вот втулочку. Все, больше ничего не делали. Как бы и этого достаточно. Но вот эти вот ручки, они немного, мне кажется, хлюпковатые. Их нужно удлинить и усилить. Для этого я сниму заводские рукоятки, благо они снимаются очень легко. И, подобрав нужного диаметра трубу, можно водопроводную, нужно приварить ее. Что я сейчас и сделаю. Продолжение следует... Вот такой вот усиленный получился корпус от заклепочника. Он работает. Кстати, друзья, если у вас нету сварочного аппарата, вы можете просто на эти ручки одеть трубки немного большего диаметра. И тем самым вы усилите данные ручки. Теперь, друзья, нам нужен вот такой вот болт на 6 длиной 100 мм. И вот такая вот шайба. Вот эту гайку докручиваем до конца и одеваем вот эту шайбу. Все показываю, что делать дальше. Берем вот этот болт на 6. Вставляем его вот сюда. Здесь вот шайба уперлась. Вот этой гайкой мы регулируем ту резьбу, которая выходит из носика. То есть, если нам нужно чуть-чуть меньше, мы открутили, а нам у нас кое чуть-чуть меньше. Если чуть больше, мы ее закрутили. Вот как-то так. Теперь показываю, что получилось. Получился у нас резьбовой заклепочник для вот таких вот резьбовых заклепок на 6 мм. Также можно сюда устанавливать болты не на 6, а на 5, на 4 мм. И использовать заклепки такого же диаметра, как вот этот вот болт. Показываю, как он работает. Накручиваем заклепку до упора. Вставляем ее, например, в какое-то нужное нам отверстие для того, чтобы его заклепать. Я не буду заморачиваться. Взял этот ключик, который шел в комплекте. И попробуем заклепать клепочку вот в это отверстие. Раз и все. Вот, как вы можете наблюдать. Заклепка четко заклепалась. Не хуже заводского заклепочника. Можно ее выкручивать вот так. Но так как обычно все это дело клепается в той стороне, где нельзя подлезть. Просто откручиваем вот этот болт из заклепки. И все. Теперь я хочу вам еще раз продемонстрировать, как все это дело работает. Накручиваем заклепку. Вот. И благодаря тому, что мы усилили ручки, это все происходит очень просто и без лишнего тела движения. То есть прилагаем минимум усилий, чтобы заклепать вот эту заклепочку. Клепается не хуже, чем на заводском заклепочнике. И, кстати, заводской заклепочник такого типа для резьбовых заклепок будет стоить не меньше 2000 рублей. А еще. А еще.